С незаконным оборотом наркотических средств достаточно немало выявляется таких видов преступлений. Сегодня мы уже видим и понимаем лиц, которые не собираются встать на путь исправления. Они продолжают организовывать притоны, продолжают организовывать наркоточки. И я вам хочу сказать, что хотели бы поблагодарить общественность, которая настолько значительно нам помогла продвинуться в этом вопросе, сообщая информацию о месте дислокации таких незаконно действующих объектов, где продают наркотики, и несовершеннолетним, благодаря которым, если в прошлом году было только 80 преступлений такого вида выявлено, то уже более 130 преступлений было задокументировано и оглашено о педозре конкретным фигураторам. Но вы знаете, что сегодня, если не насильное преступление, опять же, арестовать такое лицо невозможно. Невозможно. Безусловно, считаю, что по таким видам преступлений, более того, как правило, и небольшой залог. Безусловно, те, кто занимаются таким видом бизнеса, должны значительно серьезные средства вносить на счета государственного казначейства за свой залог. Какие вопросы...